всем привет ребятки котятки у нас сегодня на обзоре sound design к сундуку казуальные игры всякие магазинчики шопы и зачастую нам приходится работать с лейрингом для таких сочных звуков появления покупок и так далее я покажу небольшой формат лейринга который соответственно прорабатывается под анимацию как это происходит для начала конечно же мы смотрим весь процесс от момента когда нажимается кнопка до покупки и смотрим как у нас происходит анимация в замедленном действии следующий этап разделяем на слои анализируем текстуру нашего визуала в данном случае у нас полу деревянный полу металлический сундук ну так как не совсем понятно да в текстура поверхности следовательно можно сделать акцент на то что это что-то деревянное такое тяжелое да и с учетом визуала у нас два меча три меча и конечно же он чем-то наполнен первым делом мы должны понять что у нас происходит в основном эффект вылета это часто распространенная анимация и последующие его падение скажем так на поверхность такую скрытую вот тем самым мы разделяем на два этапа наш звук 1 это вылет здесь у нас все просто в основном это подчеркаться за счет в уши и чеймсов всяких чаймов бэлсов и так далее с последующей пост обработка в виде небольшого ревера можно делать на посыл можно кидать на сам канал как удобно и следующий этап это падение самого сундука тут главное понять какой вес вы хотите придать данному объекту я подобрал три звука один из них дает такую атаку второй более низкий плотный заниженный такой как мячик и 3 более деревянная поверхность текстура и последующие у нас раскрытие характера последующие сколько 45 звуков лейринг для меча и ощущение что у нас внутри что то есть получать следует то есть у нас два или три звука связанные с мечом один из них которые еще дополняют веса и скажем так такого падения до коротенький и наполнение чтобы создать эффект что он не пустой а что-то в нем действительно дребезжит и у нас что в итоге получается вот такая вот история слушаем все вместе ну и конечно ребят стоит учитывать если вы хотите придать больше казуальности вашему звуку то нужно конечно думать над музыкальной еще подложкой она создается за счет обычных наших инструментов таких клавишные духовые скрипичные и я частенько пользуюсь штатными пресетами и тут нужно понимать какую тональность какой настрой вы хотите до задать но в основном это мажор арпеджио на клавишных и бросовая эпичная составляющая я накидал немножечко звук получается такая штука вместе получается такой нас достаточно осыщенный интересный саунд на этом все ребят если было полезно и интересное видео обязательно напиши комментарий поставь лайк и так я буду понимать что стоит наверное делать больше подобных роликов с вами был я антон бустер пока и до до скорых встреч